Добрый вечер! В эфире новости 24 студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях этого выпуска. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди поздравил верующих с праздником Идульфитр. В центральной джума мечети Махачкалы верующие совершили праздничный намаз. Как отмечают урозы дагестанцы и сколько собрали сладостей ребятишки, узнаете сегодня в выпуске. В начале выпуска хочу от нашей редакции поздравить всех верующих с праздником Идульфитр Уроза Байрам. Пусть мир и благополучие царят в ваших домах. А теперь перейдем к праздничным новостям. Сегодня мусульмане всего мира получают поздравления от родных и близких. Мусульман Дагестана поздравил с праздником муфтии республики шейх Ахмад Афанди. Бессиму Аллаху Афану Афиму Аллаху Альхамду Аллаху Альху Алямина. Я всех поздравляю с наступающим праздником, праздником Ураза Байрам. Желаю, чтобы Аллах принял все наши пости, все благие деяния, совершенные нами в этот месяц. А тем людям, которые были намерены и не смогли совершить, чтобы Аллах им полноценно воздал, чтобы мы друг друга больше начали уважать здоровье, благополучие всем. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. В честь праздника Идульфитр Ураза Байрам тысячи верующих совершили коллективную молитву в центральной джума мечети Махачкалы. В праздничном намазе приняли участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и муфти республики шейх Ахмат Афанди. На церемонии богослужения побывал и наш корреспондент Гамзат Нурмагомедов. С раннего утра праздничного дня каждый мусульманин совершает полное омовение, надевает красивую одежду и направляется из дома мечеть для совершения коллективной молитвы. С самого рассвета в центральной мечети читают словословия. Постепенно площадь храма заполняется. Почитать точное количество собравшихся едва ли возможно. Здесь собрались более 10 тысяч человек. Все в ожидании начала праздничной молитвы. В церемонии богослужения принимает участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Он вместе с представителями власти выплачивает обязательную милостыню за Кат-Уль-Фитр нуждающимся. Перед началом праздничной молитвы с поздравлениями к верующим обращается заместитель муфти Дагестана Идриса Садулая. Пусть Аллаху Тааля примет все наши посты, сделает наши суннады, намазы совместно, то, что мы сделали и в Тари, на протяжении целого месяца Рамазан, причиной к приближению к Всевышнему Творцу и прощению всех наших прежних, как малых, так и больших грехов. После проповеди Асадулайф напоминает о порядке совершения молитвы и вступает в него. За ним следуют и остальные. В завершении намаза имам по традиции читает обращение хутбу на арабском языке. Церемония праздничного богослужения оканчивается коллективной мольбой дуа. Мусульмане начинают поздравлять друг друга и желают, чтобы пост был принят Всевышним. Всех поздравляю, всех мусульман с таким долгожданным праздником. Пусть этот праздник принесет в дом благополучие, здоровье, все самые лучшие пожелания. Хотелось бы отметить, чтобы все друг к другу относились к благим образом, к благим намерениям, уважениям друг к другу. Поэтому мне хотелось бы, чтобы не только в этот месяц вот так друг к другу люди относились, но и другие месяцы. Пусть Всевышний Аллах примет ваши посты, наши молитвы, закат иль-фитр. И точно так же пусть Всевышний Аллах утроит, приумножит все наши благие деяния несколько раз. После молитвы Муфти Дагестана пригласил представителей власти и религиозных деятелей к праздничному столу в свой дом. Выразить почтение и поздравить шейха пришли сотни людей. Муфти с любовью принимает всех и желает благоденствия. Алхамбля шукру, что мы можем сейчас сюда прийти, увидеть друг друга, поздороваться друг с другом, поздравить этим праздником, счастливым, красивым, хорошим праздником, где все радуются, где все довольны. Ни одного злого человека нет. Это так красиво все это сложилось, что мы Аллаху Таала за это шукру делаем. Хочется поздравить всех наших земляков, дагестанцев с наступлением этого прекрасного праздника, чтобы Аллах принял все посты, все намазы, все благие дела, которые были сделаны нашими земляками и всеми мусульманами всей планеты. Дай Аллах, чтобы наша родина, Дагестан, Россия всегда процветала и всегда у нас у всех был баракат. Спасибо. Хочу всех мусульман, в первую очередь Дагестана и всего мира, поздравить с наступившимся праздником, пожелать всем крепкого имана, здоровья. Самое главное, чтобы не было войны, чтобы все мусульмане мира жили в понимании, в добре и без войны, в общем, одним словом. Идульфит является одним из двух самых главных и светлых праздников для мусульман. Этот день объединяет миллионы верующих. Мусульмане по всему миру посещают друзей, соседей, родственников, поздравляют и угощают друг друга. Гамзат Мурмагомедов, Магомед Сагитилов, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня в каждом доме царит особая атмосфера. Атмосфера долгожданного праздника Ураза-Байрам. Хозяйки сервируют столы и ждут гостей, а дети с раннего утра ходят по соседям, поздравляют с праздником и собирают сладости. Как отмечает праздник одна из дагестанских семей в сюжете моей коллеги Умы Ибрагимовой. Дом Тимуркаевых полон гостей с самого утра. Глава семьи Нариман в очередной раз забирает друзей и коллег. Только уже не для коллективного ифтара, как месяц Рамадан, а для того, чтобы разделить радость священного праздника. Желаем, чтобы в этом доме всегда царило мир и спокойствие, чтобы всегда вот такие праздничные столы были накрыты. Хаджимурат Магомедов дружит с семьей уже не первый год. Прийти к другу в гости в этот день для него стало маленькой традицией. Мы дружим уже долгое время, много лет и уже стало традицией, что мы вместе с друзьями, с близкими друзьями ходим. Поздравлять, как и многие мусульмане во всем мире, друг к другу гости, поздравить родных, близких, своих друзей, поздравить с праздником Ураза Байрам. Жаркое чуду, сладости, фрукты. Гости вкусили каждое блюдо. Но самое главное в семье Тимуркаевых – это молитва. До и после разговения. Сын Наримана маленький Шамиль праздника Ураза Байрам ждал, как и взрослые члены семьи. Принимал гостей и даже пытался их развлечь. С праздником скажи, с праздником. Мама! Это вот так он поздравляет нас. Гости сменяются один за другим. А младший брат Наримана Магомед уже с утра успел с мальчишками собрать сладости и вернуться домой. Помогает маме и невестке подносить горячие блюда. Постарался чем-нибудь помочь, прибраться по дому. Может, что-нибудь нужно было принести за ребёком посмотреть. Потом пошла мечеть, собрал конфеты, а потом обратно пришёл. Много конфет собрал? Так, да, целый пакет. Сегодня в этот благословенный день хочу поздравить всех мусульман с праздником Ураза Байрам. Пусть двери каждого из вас всегда будут открыты для родных, близких и просто нуждающихся, как и у этой семьи Тимуркаевых. Умай Брагимонур, Мухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкава. На протяжении веков верующие мусульмане по ночам в священный месяц Рамадана распахивали ворота своих дворов для всех знакомых и незнакомых, устраивая коллективный ифтар. Возрождая древнейшие традиции, сотрудники фонда Инсан ежегодно устраивают благотворительную акцию «Шатёр Рамадана» на пожертвования неравнодушных людей. Об итогах акции этого года в сюжете Абдулла Алиева. Как и каждый год, шатёр Рамадана в центральной джума мечети Махачкалы на весь священный месяц стал самым гостеприимным местом столицы республики. Более трёх тысяч человек ежедневно становились участниками коллективного разговения. Послам руководства фонда Инсан за весь месяц удалось накормить около ста тысяч верующих. Этот год у нас был более насыщен. С учётом того недостатка мест, который у нас был в прошлом году, мы постарались в этом году уже установить шатёр большего размера, туда помещается намного больше людей. И, конечно, поток людей был намного больше. Если в прошлом году мы угощали за день более двух тысяч человек, то в этом году мы угостили чуть более трёх тысяч человек каждый день. Фирменное блюдо коллективного ифтара «Узбекский плов». Для его приготовления нужен немалый труд. Несколько огромных казанов, каждый из которых рассчитан на 500 порций, только на одну варку уходит около трёх часов, поэтому плов готовится задолго до наступления вечера. И ежедневно весь этот труд ложится на плечи вот этих людей, которые, в свою очередь, отмечают, что кормить несколько тысяч человек каждый день не составило для них огромных усилий. Как прошёл у тебя месяц Рамадан? Алхамдулла, хорошо. Никаких трудностей не было. Всё хорошо. Погода тоже прохладная, держать как раз. Волонтёр – немаловажная должность среди персонала шатра. Нарезание хлеба, сервировка блюд, раздача порций – всё на плечах этих молодых людей. А самое главное – действовать нужно оперативно. Обслуживать огромный поток людей – дело не из лёгких. Хотя один из волонтёров, Хайбула Магомидов, утверждает, что работа в шатре весь месяц придавала ему дополнительные силы. В начале у нас было три смены. То есть первая смена приходит с 9 утра, и она остаётся до сухора, до 3-х часов ночи. После намаза уже мы делаем уборку, и вот в этом случае только мы уже расходились. Сравнительно с теми годами до того, пока я сюда приду, здесь, альхамдулла, Всевышний так облегчил, что день проходит очень незаметно. Если, например, до того, пока я сюда приду работать, если я постился бы, было намного сложнее, чем сейчас, чем работая здесь. Альхамдулла, Всевышний Аллах, так всё сложилось, что мы даже нечислим проходят после. Священный месяц близится к концу. И о коллективном ифтаре, и встречах со своими братьями по вере в шатре у всех на лицах разочарования от того, что Рамадам покидает нас. Огромным тишинем станет наступающий праздник мусульман у Роза Байрам. Конечно, какое-то есть сожаление, что уходит, и какая-то радость, тоже Байрам, чувства такие. Месяц прошёл, как приехал в Махачкалу, постарался посещать мечеть, постарался не пропускать таравих и намазы, старался ходить на утренние ночные намазы. В этом году, Альхамдулла, Всевышний нам, наверное, дал такую благодать, такая погода, такие дожди, это просто прелесть. У меня просто слов нет. Если честно, месяц, то, что месяц Рамадам проходит, это очень как-то плохо, конечно, потому что такой священный, такой благодать месяц проходит. Как намеренно отпраздновать? Как у нас, по поздравлениям старым людям, нашим дедушкам, бабушкам ходить, поздравлять их, радовать их, своих гостей принимать, так же и гостей принимать. Стоит отметить, что на протяжении всего месяца свою помощь в организации коллективного ифтара оказывали неравнодушные жители Махачкалы. Кто деньгами, кто продуктами, каждый стремился внести свой вклад в благое дело. Напомним, что шатер Рамадана – это ежегодная благотворительная акция, спонсорами которой может стать любой желающий. На этом у нас все. Еще раз с праздником. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова